Всем привет ребятки, с вами как всегда Алплей и добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня с вами будет очередная подборочка мобильных игрушек, в которые мы и поиграем. Начинаем играть по порядку. Наша с вами игрушка Art of Strudgery является не новой, мы в неё играли уже два раза. Это у нас будет третье видео по данной игре, а все остальные игры будут новые. Ну что же, для начала давайте мы с вами крутанём колёсико и посмотрим какой приз нам подбросит эта игрушка. Нам с вами подбросили 3120 единиц голды, в принципе неплохо. Теперь мы с вами наверное можем выкупить себе какого-то нового воина. Давайте мы с вами это и сделаем, выкупили себе нового воина, это у нас по-моему простой пехотинец. Вот такая вот у нас получается армия будет, у нас тут уже есть один маг, есть у нас лучники, есть у нас пехотинцы, то есть мечники. Ну и давайте попробуем провести хотя бы одно-два сражения. Итак, это у нас будет первое сражение, мои воины против вражеских воинов. У меня как вы видите есть уже две пассивочки, это стрелы, которые позволяют призвать большее количество армии. И это бомбочка, которая будет бомбить наших врагов. Пока я в принципе своими силами справляюсь с врагами, поэтому эти способности я применять не буду. Они у нас не бесконечны, поэтому они имеют свойство заканчиваться, и мы их с вами будем применять только в крайних случаях. Ну что же, следующий уровень у нас 12, пока мы с вами тоже в принципе сражаемся на довольно неплохом уровне. Мои войска пока что наносят большее количество повреждений, чем враги. Единственное, ребята, что мне кажется, что нам нужно, наверное, вот это вот мага ближе к переди пододвинуть. Ого, у нас тут еще один, походу, новый воин будет, но его мы с вами пока что не можем открыть, потому что не хватает денег. Знаете, что можно попытаться сделать? Можно попытаться, ребята... Хотя ладно, пускай будет так, сейчас мы с вами еще пару миссий проведем, и когда можно будет объединить мечника, вот этих вот наших, тогда мы мага поближе и пододвинем. А пока что 13 уровень, и давайте попробуем его тоже провести довольно-таки успешно. Надеюсь, у нас получится. Здесь будем уже сражаться с боссом, видите, есть один здоровенный босс с дубиной, и он очень сильный, но мои мечники все-таки нанесли нужное количество повреждений. К сожалению, мой маг погиб, остались одни-единственные лучники, но они мне приносят победу и чуть больше тысячи монеток. А сколько нам нужно денег для открытия нового скинчика? Вот как раз-таки мы это и можем делать, и открыли мы с вами еще одного лучника. То есть у нас, получается, будет уже армия, вернее, не армия, а подразделение из трех лучников. Три лучника, два лучника, и вот у нас тут будет еще один лучник. Ну давайте еще одно тогда сражение тоже проведем, надеюсь, мы выиграем наших противников. Мечников тут побольше будет все-таки у врагов, у нас мечников поменьше, но зато у нас лучнику побольше еще есть один маг. Так, пока вроде неплохо сражаемся. Ну, кто кого выиграет, интересно. Ну, мои сопернички, конечно же, послабее будут, поэтому мы с вами опять же выиграли. Наша с вами вторая игра называется Robbery Bob 2, и давайте попробуем провести здесь тоже хотя бы один уровень. Нажимаем мы с вами на play и погнали. Тут нам нужно будет ограбить квартиру, конечно же, за нашего воришку Боба. Итак, тут пошли наставления. Этот наш самый главный босс говорит, что нам нужно делать. Я знаю, ребят, что нам нужно сюда зайти, ограбить полностью квартиру и выйти отсюда в незамеченном. Так, что это, бабушка идет? А, отлично, я подумал, что эта бабушка уже никуда не уйдет, но она вроде отошла. Хорошо, значит, мы с вами можем зайти вот сюда вот внутрь. Теперь в правую сторону. А, нам нужно что-то у повара, по-моему, своровать. Мы с вами должны своровать у повара джинсы. А заодно давайте мы с вами полностью весь этот вот дом обчистим. Все-все-все, короче, своруем все, что только можно. Тут у нас еще одна комнатка, тут еще какая-то одна комнатка. И все, что ли, мы выиграли? Да, ребят, мы вышли с вами, получается, через задний ход и эту миссию прошли. Сколько звездочек заработали? Заработали, ребята, две, практически три звезды. Ну что же, неплохо. Сейчас давайте поиграем уже в третью игрушку. Она называется Кэтен Робот. И в данной игре нам с вами нужно создавать нашего робота, машину робота. Давайте для начала проведем одно сражение, чтобы вы посмотрели, что же это за игра. У нас тут есть коробочка, с которой выходят четыре котенка и у нас есть лук, арбалет. Если мы с вами нажмем на арбалет, то сразу он начинает по три стрелы, видите, метать. Но он метает не очень долго по этих три стрелы, потом он обратно же по одной начинает метать. Так что нам нужно будет вот эти вот наши силы экономить и постараться, ребята, одержать как можно больше побед. За каждую победу мы с вами зарабатываем денежки. И потом эти деньги, друзья, мы с вами можем себе, сейчас я вам покажу, потратить на улучшение нашего робота. Либо лучников, либо робота. К примеру, смотрите, за 50 монеток мы с вами можем выкупить еще лучника одного, видите, их уже два. Теперь три лучника, видите, наверху у нас уже три лучника. И, например, за 100 монеток мы можем нашего робота чуть-чуточку улучшить. Также можно, мне кажется, улучшать показатели. Да, видите, мы тут с вами можем, в принципе, за 200 монеток купить себе новый вот такой вот прикольный огненный метатель. И за 750 монеток у нас есть заморозка. Так, 200 монеток и 750. У нас сколько? 122 монетки. Давайте попробуем провести еще одно хотя бы сражение. И я думаю, что можно будет себе выкупить уже хотя бы какой-нибудь один этот метатель. Хотя бы угненный, либо наоборот, ребята, заморозку купим. Ну что же, погнали. Можно это все, конечно же, ускорить, чтобы силы вражеские двигались намного быстрее. Ну и мы, конечно же, тоже. Отлично, у нашего здоровья, видите, больше все-таки, чем врагов, и поэтому мы победили. У нас 344 монетки. Давайте тогда мы с вами и прикупим себе вот этот вот огненный метатель. Ну что же, погнали. Еще одно попробуем провести сражение. Сразу же мы с вами выпускаем котят и огненный метатель. Смотрите, довольно-таки неплохо гасит. А ну давайте мы попробуем его ультануть. Ух, ничего себе, смотрите, он, получается, сжигает все на своем пути. А это пошел уже босс. Первый босс, ребятки, мы с вами уничтожили первого босса, заработали 525 монеток. Отлично, теперь мы с вами эти денежки сможем, скорее всего, ребятки, потратить для того, чтобы купить себе еще одну. Пушку. Эта пушка у нас, по-моему, называется, ребятки, заморозка. Но для этого мне, по-моему, нужно еще улучшить робота. Да, вот смотрите, я робота улучшил, тут появилась новая иконочка. И тут мы с вами за 750 монеток можем вот эту вот морозную пушку себе прикупить, заморозку. И она будет гасить наших противников и будет их останавливать. Ну что ж, ладно, давайте проведем тогда еще одно тоже сражение. Надеюсь, у нас все получится. Так, и пошла наша ульта. Отлично, все, это сражение мы с вами провели. Еще одного мы с вами босса уничтожать не будем, его мы с вами уже уничтожим в следующий раз. Следующая наша игра называется Spider Hero Run. Это Раннер. И тут мы можем с вами играть за спайдерменчиков. У нас есть много различных скинчиков, но, к сожалению, пока что не хватает денег для того, чтобы их выкупить. Поэтому выбираем самого первого нашего скинчика и погнали. Заценим, что же это за игрушка и как в нее играть. Она по графике мне чем-то напоминает Subway Surf. Единственное, конечно, что мы здесь с вами играем за скин спайдермена. Так, сейчас я попытаюсь, друзья, постараюсь ни во что не врезаться. Это у нас первое обучение. Мы с вами обучение прошли. Сейчас, наверное, уже пойдет игра сама. Да, я вижу, что тут у нас появились уже монетки. Значит, мы с вами можем собирать монетки. И потом за эти монетки можно будет нам новые скинчики выкупать. Ого, есть у нас тут еще какое-то удвоение. Удвоение, наверное, монеток. Круто. Значит, у нас тут есть различные пассивочки. И, скорее всего, ребята, что можно будет тут нам тоже какие-то сундучки открывать для открытия новых скинчиков. Ну что же, прикольная игрушечка. Да, прикольный Раннер. Как я и сказал, она чем-то напоминает Subway Surf. Единственное, что просто неудобно в нее играть через эмулятор, потому что нужно прыгать только мышкой. Если бы я играл с телефона или же планшета, я думаю, было бы намного поприкольнее. Но пока что имеем то, что имеем. Ладненько, сейчас еще побольше деньжаток заработать нам нужно срочно, чтобы ни во что не врезаться. И сейчас мы с вами посмотрим, что у нас можно будет прикупить. Ну пока, по-моему, ничего нельзя выкупить. Самый дешевый скинчик, насколько я помню, ребята, у нас там стоил около 5000. Вроде как, может даже больше. То есть нам нужно, когда врежемся, можно будет посмотреть, сколько же нам нужно будет денежек для того, чтобы хотя бы какой-то скинчик выкупить. Итак, смотрим, у нас тут еще какая-то пассивочка одна. А, ребятки, нет, эта игрушка похожа не на Subway Surf. Эта игрушка, знаете, похожа на что? Игрушка похожа на Tom Hero Rush. Реально, очень похожа на Томика. Потому что там, в Томика, тоже у нас такие есть способности. И тоже есть возможность вот так вот передвигаться по другим локациям. Ну, ладненько, мы с вами врезались. Давайте мы посмотрим, что можно нам будет выкупить за наши денежки. Самый дешевый скинчик, как я и сказал, видите, стоит 5000. То есть нам нужно с вами будет накопить 5000 голды, и потом можно будет выкупить его. Следующая наша с вами игра называется уже той армии. И тут мы должны будем улучшать и защищать нашу базу. Есть у меня тут уже два воина. Это пистолетчик и огнеметчик. И как раз-таки только ими мы пока и воюем. В дальнейшем у нас еще много-много различных сил есть, которых нужно будет открывать. И потом можно будет их нанимать для защиты нашей базы. Ну что ж, давайте мы проведем с вами хотя бы одно-два сражения и посмотрим, как это вообще у нас все будет происходить. Следующая миссия у нас будет третья. Выбираем мы здесь вот пистолетчиков, пистолетчиков. А с этой стороны давайте мы с вами выберем уже, наверное, огнеметчиков. Потому что я вижу, с этой стороны очень много вражеских сил подходит. Ну что ж, пока мы вроде с вами выстояли. Сверху, вижу, подходят еще злые войска какие-то. Злая армия здоровенная. Нам нужно помочь им. Значит, мы сюда с вами добавляем еще пистолетчиков. У нас тут, видите, есть шкала зелененькая. И вот пока она зелененькая, до тех пор мы с вами можем войска добавлять наши. Когда она станет полностью белой, то значит мы войска с вами выставлять не можем. Поэтому нужно стараться так их расставлять, чтобы полностью всю армию со всех сторон защищать. Ну, вернее, нашу базу. Так, мы с вами можем получить новый вид. Это у нас получился кто? Это у нас получился еще один огнеметчик. Мы его прокачали. И теперь он будет намного больше наносить урона. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Поэтому выбираем мы с вами огнеметчиков здесь. Вот так вот по всем фронтам. И также давайте еще выставляем пистолетчиков. Ого, все огнеметчики пошли на ту сторону, где нужно. Блин, мою базу, наверное, сейчас уничтожат. Это было бы жестко очень. Но нет, пока вроде справились. Пять волн из восьми мы с вами отбили. Но сейчас обратно пошли новые войска. Сейчас опять ребята наступают на мою базу. Если сейчас ее уничтожат, то будет трындец. Нет, мои войска, по-моему, все-таки справились. И сейчас пошла самая последняя волна. Вот тут вот внизу. Нам нужно защищать нашу базу. Если мы ее защитим, то будет круто. Да, ребятки, мы ее, по-моему, защитили все-таки. Ни сколечко раз не попали по нашей базе. У нее здоровье осталось прежнее. 2600. И нам защитывают очередную победу. Эту волну мы с вами тоже отбили. Давайте мы с вами посмотрим, что нам тут дают. Ого, глядите, дали нам бесплатного пулеметчика. И теперь у нас будет еще один воин, что ли. Так, а где же этот пулеметчик? Че я его не выставил-то? Или его тут нету? Ребят, ну вот мне по ходу дали этого одного пулеметчика. Но я почему-то его, наверное, им не могу воспользоваться. Но давайте еще одно сражение проведем. Посмотрим, так ли это на самом деле. Могу я пулеметчиком сражаться или же нет. Тут у нас есть возможность нанять одну машину. Я взял вот такую вот ракетницу. И тут... Да, ребят, видите, получается, что у нас тут есть машины, которые изначально рандомно дали. Но вот того пулеметчика, к сожалению, у нас нету. Но тут, глядите, ребятки, на нас нападают уже танки. У танка очень много здоровья. Больше тысячи здоровья. Поэтому мы должны, ребята, постараться выстоять. И уничтожить наших противничков. А нет, все-таки есть один пулеметчик. Глядите, ребятки, да, мне все-таки дали одного пулеметчика. Это круто. Я подумал, что у меня уже нет никаких войск. Но нет, на самом-то деле дали мне и пулеметчика. И дали мне этих машинок. И вот остались последние войска для того, чтобы уничтожить моих врагов. Мы с вами их уничтожили и выиграли. Друзья, мы с вами одержали очередную победу. И еще и получили какой-то подарок. Его мы с вами сможем открыть. Сможем через 15 минут. Ладненько, ребятки. Значит, в следующий раз, когда зайдем эту игрушку, у нас уже будет с вами какой-то сундук. И там, возможно, получим какой-то приз. Следующая наша с вами игрушка будет называться Боумбич. Я в нее очень давно не играл, но подтянулось в мое сохранение. Здесь мы с вами должны нанимать наши войска. У меня тут есть, в принципе, уже кое-какие войска мои. Тут вот, видите, есть несколько лодок с десантниками. И вот у меня тут еще даже одна лодка с двумя десантниками есть. И мы здесь с вами, соответственно, должны, во-первых, их прокачивать, нанимать новые войска. И в-третьих, ребята, должны будем освобождать... Сейчас я вам покажу освобождать другие острова. Вот, смотрите, есть тут у нас возможность освободить третий остров и четвертый. Если мы с вами это сделаем, если мы с вами освободим какой-нибудь из этих островов, то карта чуть-чуточку откроется, и они будут нам платить дань. Вот эти вот острова нам что-то заплатят. Ну что же, погнали. Давайте мы с вами для начала высадим наши войска мощные. И пойдем гасить наших противников. Значит, для начала мы можем вот так вот пострелять немножечко по вот этим вот различным ракетам. Вернее, это не ракеты, это пулеметы, да? Сейчас мы с вами по ним погасим. Чтобы их уничтожить. Отлично, пулемет мы с вами один уничтожили. Сейчас уничтожим еще второй пулеметчик. Отличненько, уничтожили. И вот у нас, видите, есть возможность еще ракетами немножечко погасить. Мы с вами можем вот этот вот центральный штаб добивать с помощью наших ракет. Получается, что наши с вами десантники их гасят. Ну и как раз-таки можно еще добивать их нашими ракетами. Тут у нас есть возможность лечить наши войска. Есть возможность огненную занавесу забрасывать. Есть у нас возможность применять оружие. Вот такими вот здоровенными ракетами их гасить. Но это не ракеты, это, наверное, бомбы. Сейчас, через несколько секундочек, мои десантники, наверное, добьют это вот здание. И мы с вами можем пойти освободить еще один остров. Ну вот, и вражеский штаб уже добили. Он взорвался. Отсюда, видите, вышли рабы. Они нам будут очень благодарны. Мы с вами их освободили. Давайте теперь попробуем еще вот этот вот островочек освободить. Нам нужно будет тоже его вот так вот разбить. Причем все. Ну что ж, для начала высаживаем нашу десантуру. Дальше мы с вами можем высадить нашу еще основную пехоту. Это вот девушка, которую я прикупил в последний раз. И сейчас можем еще стрельнуть пару раз по вот этому здоровому пулемету. И нанести ему побольше повреждений. Сейчас, ребят, мы с вами еще пару раз нанесем повреждения. И вот этот вот вражеский тоже штаб должен будет погибнуть. Мои войска должны будут его разбить. И мы с вами получим вторую победу к ряду. Ну что ж, вот таким вот образом мы с вами создаем наши войска. Освобождаем соседние острова. И они за это платят нам дань. Мы с вами за эту дань обратно же улучшаем наши войска. И таким вот образом круговорот у нас получается армию в природе. Если понравилась данная игрушка, ребятки, ставьте лайк. Предпоследняя наша игра называется The Archer 2. И мы давайте попробуем начать проходить кампанию. Тут у нас получается вторая кампания. Нам нужно за нашего лучника уничтожить наших противников. Причем нужно так их дамажить, чтобы они нас не уничтожили. Мы с вами должны натягивать тетиву и выпускать стрелу по нашим врагам. Когда у нас все враги погибнут, то тогда мы с вами и выиграем. Так, отлично. Практически уже этот уровень пройден. А нет, вот тут у нас еще один лучник есть. Нам нужно его тоже уничтожить, ребятки. Отлично, его тоже мы с вами уничтожили. А еще один у нас тут нарисовался. О, отлично. Мы ему с вами прям в голову захедшотили. Получается, видите, если мы с вами в голову стреляем, то выигрываем прям сразу же. А блин, не получается последнего добить. О, отлично, добил. Ну все, этот уровень у нас, видите, пройден. Нам с вами заплатили денежки какие-то. И сейчас, ребятки, мы с вами можем в магазине прикупить себе что-то новенькое. Итак, вот это вот мой скинчик. И у нас, ребят, есть возможность с вами выкупить, во-первых, новое оружие. Видите? То есть мы с вами можем за те деньги, которые зарабатываем, покупать новое оружие. Это может быть лук там или арбалет какой-то. Он будет наносить побольше урона. Дальше стрелы. У нас тут есть, видите, огненные стрелы. Есть простые стрелы. Есть сразу по две, по три стрелы можем выпускать. Вот. Дальше есть у нас шлема для защиты головы. Есть у нас тут, получается, кирасы различные. Есть у нас тут клочены. То есть это означает, ребята, что больше стрел будет влазить. Давайте мы с вами, ну, лук мы, видите, не прокачаем, не хватает денег. Поэтому давайте мы с вами попытаемся сделать следующее. Давайте попробуем прокачать стрелы. Ну вот у нас есть возможность, к примеру, выкупить вот этих вот три стрелы. Теперь, наверное, мы будем наносить прям сразу же по три стрелы. Давайте попробуем провести еще одно сражение. И посмотрим, так ли это на самом деле. Да, вот у нас, видите, какие по три стрелы мы, наверное, будем с вами наносить. по нашим врагам. Так, где это наша компания? Следующий уровень. Третий, следующий уровень. И давайте попробуем выиграть тут. Так ли? А, вот оно что. Тут мы с вами, оказывается, можем выбирать, как... О, блин, уничтожили прям с первого раза нас. Видите, прям в голову попали, пока я тут думал. Выпускаем мы по три стрелы. Ого, отлично! Но только по три стрелы мы с вами можем выпускать какое-то определенное количество раз. Видите? Вот еще, в принципе, два раза я могу по три стрелы выпустить, и все. И потом у меня пойдут уже по одному. Ага, вот оно что. То есть, у нас с вами эти стрелы будут заканчиваться. Значит, нет смысла выпускать по три стрелы. Нам с вами просто нужно тогда выкупить получше лук, да? Чтобы лук наносил побольше урона. И, соответственно, мы тогда намного быстрее будем уничтожать наших противников и намного больше им будем... Намного больше будем зарабатывать денег. Стрелы я больше покупать не буду. Теперь за эти деньги, которые у нас будут капать, я, наверное, себе лучше выкуплю лук и какую-нибудь броньку. Нам с вами нужно выкупить хотя бы какой-нибудь шлем для защиты головы. Ну, вот за 200... Нет, за 200 нет. Ну, давайте за 150 монет и купим вот это вот ведро. Посмотрим. Возможно, теперь оно хотя бы чуть-чуточку будет защищать мою голову. А, но, скорее всего, ребята, тоже со временем будет изнашиваться. Ну, давайте еще один попробуем провести бой и посмотрим, так ли это на самом деле, как я думал. Вот наш с вами воин. Тут на него уже нападают какие-то вражеские другие войска. Сразу же пошли. Нам с вами нужно пехоту сразу вынести, потому что если мы с вами пехоту не вынесем, то она нас уничтожит. Пока неплохо. А, ё-моё. Отлично. Еще разочек. Да, блин. А, в ногу мне попали. Вот оно что. Я думаю, что у меня столько мало здоровья стало. Меня попали, короче, ребята, в ногу. Разок. Но я пока все-таки жив-здоров. Ну, не здоров, конечно, но жив. О, и теперь все-таки меня добили. Видите, два раза попали в живот и, к сожалению, меня добили. Ну что ж, вот такая вот игрушечка, ребятки. Я думаю, что будем в нее тоже играть. Восьмая игра на сегодня у нас называется уже Hungry Shark Evolution. В простой Hungry Shark я играл, а вот Hungry Shark Evolution пока что еще не приходилось. Ну что же, погнали. Начинаем мы с вами, как обычно, играть с маленькой акулки. Нужно нам поедать все, что только можно, поднимать денежки, кристаллики и потом улучшать нашу рыбку. В дальнейшем, ребята, мы с вами можем играть не только за простую акулку, можем играть там за мегалодона, за различных динозавров, водоплавающих и многое другое. Там, по-моему, даже меха-акула у нас может быть. Поэтому нам нужно с вами постараться как можно быстрее прокачиваться и как можно больше вот этой вот всякой рыбки кушать. Чем плотнее будет пища, чем вот серьезнее будут наши противнички, на которых мы будем нападать, тем быстрее мы с вами, соответственно, прокачаемся. Вот мы можем уже вниз опуститься. Тут есть какие-то рыбки новенькие. Нет, там рыбок новеньких нету. Мы с вами, получается, не вниз опустились, а все-таки в левую сторону пошли. О, у нас есть Пуферфишка. Пуферфишку мы, наверное, трогать не сможем, да? Нет, Пуферфишку мы с вами трогать не можем, потому что, видите, она нас кусает. Хорошо, значит, нам нужно сейчас просто окушать то, что нас не уничтожит и меня только что уничтожил. Ребятки, меня только что уничтожил. Это у нас был кто? Это у нас был простой водолаз. Итак, вот мы с вами заработали 65 монеток, где у нас есть возможность их прокачать. Магазинчик у нас, наверное, должен будет открыт быть и мы там можем, ребята, прокачивать параметры. О, еще 500 монеток мы с вами, смотрите, получаем за то, что зашли в эту игрушку. Награда за день. И где же это наша рыбка? Вот наша акулка. Можем ее прокачать что-то ей? Можем? Не, ребят, пока ничего не можем прокачать, мы с вами только можем копить деньги и выкупать новые скинчики. Видите, у нас тут много различных их скинов, но для их покупки нужны деньги, либо кристаллики. Поэтому мы и должны играть, соответственно, собирать кристаллики, собирать деньги и как можно быстрее поднять себе эволюцию. Чем больше мы с вами прокачаем нашу акулку, тем в дальнейшем она будет есть намного, ну, серьезнее существ. Пока что она ест простых таких вот рыбок. Ее уничтожат, могут пуферфишки и, допустим, там какие-то водолазы простые. Вот, пока она маленькая. А потом, когда она будет очень-очень большая и сильная, то ей вообще никто не будет не помеха. Так, это что такое? У нас какая-то, смотрите, рыбка прикольненькая. И я подобрал кристаллик один, да, походу? Ого, ничего себе, с этой рыбки выпал один кристаллик. У нас было пять, когда мы ее с вами скушали, у нас стало шесть кристалликов. То есть, есть у нас такие существа, которые добавляют нам кристалликов. Ну что же, неплохо. Друзья мои, если понравился сегодняшний ролик и понравились сегодняшние игрушки, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. С вами же был, как всегда, Далплей, всем удачки и всем пока!